Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня я продолжаю работать над своей жены BMW X6. В предыдущем эпизоде я разобрал эту машину полностью. Если вы не видели этот эпизод, он будет вот здесь. Прежде чем я продолжу работать над ней, мне нужно убрать вот этот пайл с горевшими запчастями на улицу. Потом, скорее всего, кое-какие запчасти сдвинуть туда дальше, назад. Вот эти запчасти от этого X убрать на ту сторону, для того, чтобы я мог подвинуть этот двигатель с коробкой вот в это место. И мне было достаточно места здесь работать. Я планирую пескоструить это все, большую часть, или вернее половину. И для этого я буду маскировать здесь клеем, закрывать все клеенкой, чтобы эта пыль, весь песок не расходился по гаражу, и потом не создал мне проблемы при покраске. Сейчас пройдемся по плану, который у меня есть на сегодня, и что мне нужно сделать. Также покажу, что я планирую сделать с мордой. Я хочу отсверлить вот эту часть, для того, чтобы открыть, и можно было почистить внутри, прокрасить, загрунтовать, прокрасить изнутри, также эту с двух сторон. Потом отсверлить, скорее всего, вот эту часть. Вот единственное, не знаю, докуда я ее буду сверлить, либо просто здесь обрежу, и потом заварю, либо полностью уже отсверлю, как по заводу, почищу все, и подготовлю к покраске, покрашу. Нужно будет все приварить обратно. Снаружи здесь довольно-то неплохо, не так все уж печально. Как можете видеть, здесь металл не так уж сильно погорел, даже вот краска осталась, родная, здесь где-то гарь. Ну, сим-силы разгорел чуть-чуть, но это не проблема. Внутри этих алонжеронов смотрится заводской грунт. И насчет этого я не переживаю. Изнутри смотрится вообще суперски. Единственное, вот эта часть, как видите, она сильно пострадала. С этой стороны не так уж сильно. Скорее всего, из-за того, что здесь было много проводов, которые загорелись быстрее всего. И также, мне кажется, пожар начался либо с этой стороны, либо фаглайтов на бампере, потому что огонь в основном был снаружи. По этой части, вы видите, стакан не погорел, только вот копотью все только закоптило, и все. А так, все сим-силыры, все на месте. Но еще, скорее всего, спасло то, что эта машина немного протекала, и накидало, видно, масло. И это вот спасло краску. С этой стороны тоже все прекрасно. Он сим-силыр весь живой, родной. В принципе, не так уж все плохо, не так все драматично с этой стороны. Ну и с этой стороны, конечно, так же все абсолютно так же погорело, как и на той стороне. Но вот здесь алонжерон погорел побольше, поэтому мне кажется, что огонь начался вот с этого угла, потому что, как видите, здесь погорел он сильнее, и дошел до сюда, и все охватило. Я думаю, так как это все загорелось снизу, все началось, а в принципе снизу, мне кажется, это были фаглайты. Ну, остальное все смотрится довольно неплохо. А здесь я тоже вот не знаю, если я обрежу либо так, либо пойду дальше. И у меня есть идея использовать вон тот кусок с той машины вот сюда, потому что мне так хочется. Погоревший металл, как говорят, немного слабеет, честно говоря. Я не знаю, насколько он ослаб, ну, мне было бы приятнее использовать то. Ну, не знаю, посмотрим, что будет. Война план покажет. Так что приступаем к уборке и начинаем чистить морду на этой машине. Как говорится, чистенько. Прибрался слегка, все пропихнул вот туда. Двигатель убрал вот сюда, рядом с М-двигателем. Теперь довольно приятно будет работать. Мне нравится работать в чистоте, но не всегда получается. Так, теперь я хочу приступить к зачистке передка. Сперва я думал, я буду пескоструить, но, честно говоря, что-то мне неохота заниматься этим геморроем, закрывать все здесь, маскировать машину, закрывать все дырки, чтобы песок не лез во все щели, как говорится. Честно говоря, заниматься этим мне неохота, так что я возьму металлическую щетку на дрель и начну зачать. Что где, если не получится, можешь потом что-то придумаю. Ну, а так, честно говоря, я не хочу геморроя с пескоструйством. Конечно, гораздо легче, гораздо проще, но мудоховство я делал джимсюху, то я знаю, о чем я говорю. Так что здесь немного, что нужно будет зачистить. Начну с этой стороны, зачищу вот здесь. В основном зачищу все горелые части, а где вот нагар, она, видите, стирается, то вполне возможно возьму эту красную скачбрайт и зачищу все здесь. Посмотрим, может что-то вытереться, что-то зачистится. Но мне нужно подготовить подготовить это все к покраске, так как красить я собираюсь завтра. Так что сегодня я хочу это все подготовить для того, чтобы все это покрасить завтра. Для меня это будет весь день и следующий день, а для вас будет это где-то 5-10 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну что, я вот чуть поработал, да, металлической щеткой, как видите, обработал все хорошо, довольно все не так уж и печально, все смотрится довольно хорошо. Как видите, да, вот эта часть больше погорела, остальное все нормально. С этой стороны прекрасно, даже вот силикон здесь нормальный, живой. С этой стороны, конечно, его нужно содрать, потому что он уже более как деревянный стал погорел. Вот здесь я тоже, как видите, он рассыпается. Ну и здесь это все нужно будет заменить, зачистить. и, в принципе, можно будет нанести другой. Как-то вот так это все выглядит. Также можете видеть, вот здесь я почистил с ваксингрис ремувером вон тем, и, как можете видеть, здесь вот эта вся сажа в принципе смесена. Что я сейчас делаю, это вот получается щеточка там, все это мою ваксингрис ремувером, чтобы вот эту всю сажу снять. После этого я возьму красный скачбрайт, баксингрис ремувер, пройду поверху тех всех желтых пятен, для того, чтобы посмотреть, если я смогу зачистить до белого. Если не зачистить до белого, вот эта вся желтизна вылезет на новую краску. С чего мне очень-очень неохота. После того, как я проделаю столько работы, она опять вылезет, это, ну, это будет несерьезно и неинтересно потом все это переделать. Так что, такой вот план. Все довольно неплохо, все довольно непечально. Так что, продолжаем подготавливать к покраске. Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, всем с добрым утром, шесть утра. Мне вчера позвонила доставочная компания, Greyhound называется, и сказала мне то, что мой бампер пришел, можно его забирать. Они работают с пяти, это очень хорошо, так как я могу поехать забрать его, приехать и продолжать работать. Мне не нужно будет терять время среди дня для этого. Так что, поехали заберем, посмотрим, что там. Так, ну вот он бампер подобрал, сейчас я его открывать не буду, приедем домой, раскроем. Сейчас дилемма в том, что я не думал, что он настолько здоровый будет, и теперь мне нужно вот это вот как-то поместить вот туда. Так, друзья, ну вот я дома уже раскрыл его, чтобы посмотреть, как видите, он был уже крашеный, и как видите, неправильно подготовили, неправильно все сделали, и вот он, конечный результат. Всегда проверяйте, кому вы отдаете свои запчасти красить, потому что иначе потом вот останетесь вот с такой ерундой. Это не то, что там даже краска шелушится, это праймер даже отпадает. Я, честно говоря, не знаю, зачем они праймировали его, конечно. Вполне возможно, много скол было или еще что. Но факт остается фактом. Здесь у нас это бодилайн такая. Вот, вот тут ударчик, но это не страшно. Нагрею, выправлю все, и будет все четко и прекрасно. Так что, вот такой вот бампер, конечно, я ожидал немного получше, придется работать с этим. Новый, сильно дорогой, ну, а этот ремонтируемый. Как можете видеть, довольно все неплохо отмылось, вот эту желтизну я буду зачищать, диетка подготавливать. Здесь все получилось довольно хорошо, все чистенько, прекрасно. Здесь у нас гораздо больше желтизны, нужно будет посидеть, помучиться, позащищать это все. И с этой стороны почему-то, конечно, гораздо меньше этой желтизны, чем вот с этой стороны. Ну, опять же, здесь, скорее всего, горело гораздо больше, а сюда более задымлялось, поэтому, скорее всего, там так все и закопчено. Как можете видеть, это вообще в хорошем состоянии, это здесь было чуть погоревшее, было вообще слегка погоревшее, зачистил для того же посмотреть, насколько все вот это заводской грунт, вот здесь то же самое, так что это все довольно неплохо. С этой стороны абсолютно все то же самое, желтизну, диейкой, там с качбрайдом кое-где снизу, тоже все хорошо, так что сейчас я хочу отсверлить вот эту часть с этой стороны и отсверлить вот эту часть и посмотреть, насколько все плохо изнутри. Здесь можно видеть то, что, ну в принципе, да, мне вот эту часть тоже придется вот снимать, отсверливать и, скорее всего, резать вот здесь, так как здесь скорее всего стоит какая-то плейт либо пластмассовая, либо фомовая, так что когда варить буду, чтобы она не горела, то можешь здесь чикну, ну мне почему-то кажется, здесь будет само правильно и, скорее всего, то же самое с этой стороны нужно будет сделать. Так что приступим высверливать эти вещи, их нужно будет зачистить также, покрасить прежде чем я установлю. Стекольчик приезжал, вырезал для меня лобовое стекло, теперь мне не будет никаких проблем с покраской, тоже так же он вырезал это маленькое стеклошко и то стеклошко и так же он вырезал вот это заднее стекло с лифта, теперь ему нужно будет спокойно все красить и не переживать ни о чем, не нужно будет переживать за этот молдинг, насколько далеко краска зайдет, как она зайдет и останется линия. Конечно, это небольшие растраты, но эти растраты оправдывают себя, когда ты перекрашиваешь машину полностью, а эта машина будет перекрашена полностью и красить я ее буду, как вы уже знаете, в White Pearl. так, ну вот я высверлил эти две детали вот отсюда и смотрится здесь довольно все неплохо, как можете видеть, вот это вот погорелое, что чуть-чуть шелушится, это вакс, который заливается завода, вы можете видеть, вон те все потеки, это вот он и есть и в принципе когда он нагрелся, он начал плавиться и где-то сгорать внутри там довольно все неплохо, это все можно будет почистить, это все зачистится, вытерется, потом нанесу салфетч, ну и в принципе те детали тоже почищу, салфетч и все можно будет приваривать обратно и зачищать, но прежде чем я начну все это делать, зачищать, красить, я хочу отсверлить вот эту вот с этой стороны, ну и эту часть точно так же как на той стороне и после этого можно будет заняться уже зачисткой этих деталей, покраской и приваркой их обратно, так что продолжаем, ну вот я и закончил эту сторону как можете видеть эта сторона погоревшая сильнее вот эта внутренняя часть отсюда это вот та это гораздо сильнее погорела но здесь снизу не так уж в основном вот вот здесь но я так же думаю почему здесь сильно горело так как здесь помпа это EBS помпа и она в принципе и к ней подходит много проводов я думаю когда эти провода горели вот эта вот сильная часть поэтому и сгорела потому что там много проводов было с этой стороны проводов гораздо меньше в основном патрубки были и они опять же охлаждались водой поэтому я думаю здесь меньше за этого здесь меньше погорелого и как я уже говорил скорее всего машина загорелась с этой стороны где-то середины мне кажется либо с фары или фаглам фаглам я не знаю точно но так предполагаю но в принципе эффект с ним сейчас мне надо на грайндер одеть металлический круг металлическую щетку круг сори и начать надо это все зачать и потом где я уже не смогу подлезть я возьму насадку на дрель тоже металлический круг металлическую щетку круглую и наподобие вот той вот я не знаю как видите давайте приближим вот вот так только есть у меня насадка такая же для дрели ну и уже подлезу где могу где не могу ну а остальное все вручную продолжаем работать день номер два закончился мы продолжаем работать и смотрится что мы нифига не сделаны на на вот так вот с горелыми связываться м м м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То там заводской праймер Также и здесь В местах кое-где есть Так что это Все что я могу сделать Пескоструить как я и говорил я не хочу В принципе пескоструй бы Убрал больше получше Но опять же у меня бы Весь гараж был бы в этом песке И потом у меня были бы проблемы Это все красить В принципе нормально Здесь запрамирую это все Специальным праймером А еще плюс задую все изнутри воском Так что гнить 100% не будет С этой стороны тоже все готово Все чистенько Хорошо Вот эти запчасти Сейчас я буду наносить праймер Ну и приваривать эти детали Обратно на машину Субтитры сделал DimaTorzok Вот нужно было ей закончиться На самом интересном месте Короче Начал вот как видите да Варить Вот одну часть Даже не четвертинку Одну восьмую заварил Бум Сварочная проволока закончилась Блин ну вот что за западло Вот реально хотел закончить Думаю уже добью это все Время час ночи Думаю ну ладно Ты с ним до двух Досижу Закончу И на этом будет все Потому что Ну я уже работаю Честно говоря Над этой мордой Уже два дня Два гребаных дня Эту сторону он заварил Все осталось загриндить Ну честно говоря Гриндить я собирался Тогда когда уже Полностью подготовить Не тогда Когда вернее В следующем эпизоде Уже будет полная подготовка К покраске Потому что ну Мне нужно было Зачистить эту горелость Всю Отсверлить эту часть Прокрасить Прогрунтовать Заварить это все Как бы Это много работы Как бы это Моши не смотрится Да много работы Но это очень много работы Я реально уже потратил сюда Более 20 часов Чтобы почистить Вот вот этот Гребаный Передок Где стоит двигатель И все Высверлить Вот это все Покрасить Все вот это Опять же Я чистил щеткой Железной щеткой Потом Простой щеткой Вот этим Не растворителем А ваксингрейс Ремувером Полностью Всю морду Протер Тряпками Салфетками Короче Очень много работы Как вы видели На видосе Очень много работы И я думал уже Ну блин Ладно Фиг с ним Я добью Вот эту часть И пойду монтировать Видос Чтобы вы Ну Наслаждались Процессом Как говорится Ага Фиг вам Как говорится Получилось вот так Придется мне Тормозить Вот здесь Вот На этой ноте Как говорится Есть то что есть Выше головы Своей не прыгнешь Надеюсь Вам понравился Этот эпизод Если понравился Ставьте лайки Оставляйте свои комментарии Также Делитесь видосом Со своими друзьями И знакомыми Не забывайте Подписываться И Включать Колокольчик Иначе Можете пропустить Что будет дальше С этой BMW Спасибо за вашу поддержку И то что заглянули Я увижу с вами В следующей серии Субтитры сделал DimaTorzok